Итак, дома должен быть алтарь. Смотрите, есть объект поклонения. Два объекта поклонения дома в основном, таких внешних. Первый телевизор, второй бутылка. Смотрите, бутылка устаривает посреди стола. Когда самое важное событие, клятва, когда люди произносят клятву, они, знаете, в древней культуре, когда клятву человек произносил, он брал икону, вот так держал и говорил клятву. То есть он самое святое брал в руки и говорил клятву. Сейчас, чтобы клятву взять, люди тоже берут самое святое. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Вот и все. Вторая вера — это телевизор. Там. Там наше счастье, там. Приходишь, и счастье там, ищешь в телевизоре. Это означает вера. Где ставится в углу? Где алтарь стоял, там ли телевизор теперь? Это называется подмена. Смотрите, из нас делают сейчас пространство, я не говорю, что это какой-то заговор, нет. Это просто мы сами тупые немножко. Пространство, жизнь, в котором мы живем, делает нас, смотрите, мы потребители энергии. То есть, смотрите, разум действует как сила, которая сама из себя что-то производит. Вот раньше люди как жили? Они сами себя развлекали. То есть, они молились, они чему-то стремились, они что-то делали. Сейчас все идет извне. Видите, мы ничего не делаем, ничего не производим. Мы просто потребляем. Мы потребляем телевизор, книги, радио, интернет, все постоянно туда. А там пусто, понимаете? Потому что разум, та сила, которую мы должны развивать, она работает только, когда человек живет внутренней жизнью. Внутренняя жизнь означает, все выключили снаружи, вот здесь вот включили. И пошла молитва. Человек сидит и молится. Первый эффект. Рано утром встал, начал молиться, ни хрена ничего не получается. Спать пойду. Первый контакт с сердцем такой. Там пусто, понимаете? Выросла капуста. Там ничего нет, там ни хрена ничего нету. Ничего не растет в сердце. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Все. Нормально. Это называется предварительная диагностика. Провели диагностику, узнали, что там выросла капуста. Все нормально. Есть объем работы. Садимся. Потому что другого пути все равно нет. Нет выхода. Все равно надо туда лезть, чтобы узнать, кто я. Понимаете? Первое, что человек должен узнать в этом мире, веды говорят, кто я. Душа или тело. Я Олег Геннадьевич или вечная душа, которая сегодня Олег Геннадьевич, завтра Федор Петрович в следующей жизни. Потом гав-гав или мяу-мяу там. Я не знаю, в зависимости от судьбы, что там. Я не знаю, что там будет завтра. В зависимости от моих поступков. Кто я? Если Олег Геннадьевич, значит, до свидания, следующая жизнь. Я живу этой жизнью. Пока Олег Геннадьевич есть, жизнь есть. Олег Геннадьевича нет, до свидания, жизнь. Все. Если жизнь не до свидания, а будет дальше что-то, это значит, что я не Олег Геннадьевич. Я что-то больше, чем Олег Геннадьевич. Это значит, что у меня есть другое внутри, вечное, которое сегодня Олег Геннадьевич, а завтра не Олег Геннадьевич. Понимаете? Это очень ценно узнать об этом. Если там есть это вечное, значит, тогда все по-другому. Надо, значит, для него больше жить, потому что я Олег Геннадьевич, а не всю жизнь. Зачем мне жить для того, что я не всю жизнь? Вот, допустим, я в трамвае еду на сиденье и начинаю, допустим, все это сиденье, мы сейчас с ним будем жить в этом сиденье. Мы будем как бы постоянно друг с другом. Потом раз вышел из трамвая и думаешь, нет, я буду здесь всегда сидеть на этом сиденье. Но это временно. Ты посидел на этом сиденье, следующее будет уже сиденье. Понимаете, время, тело временное, мы в нем временно находимся в этом теле. Не постоянная вещь. Да, его надо поддерживать, нужна семья, нужна работа, все это нужно, это факт. Без этого жить невозможно. Но если ты не молишься, отношения вечные, не устанавливаешь себя как вечное существо, не хочешь понять, почему как вечное, сейчас объясню. Потому что с Богом вечное отношение, со святостью вечное отношение, с верой вечное отношение. Когда ты это не изучаешь, жизнь пустая. И поэтому большинство людей не удовлетворены. Они вроде ко всему стремятся, что обычно, и что-то не хватает там. А что не хватает? А там ничего и не было. Внутренней жизни-то нет. Вот когда человек начинает со святостью отношения строить, он обнаруживает интересный момент, что у него никогда любви к близким людям и не было. Он никогда их особенно и не любил. Потому что он всегда от них только чего-то хотел. Он никогда не желал им ничего на самом деле. Вот из глубины сердца как желать? Сесть и просто молиться о близких людях, чтобы они никогда об этом не узнали. Все. Настоящее отношение. Но это возможно, если ты этот вкус настоящего почувствовал от кого-то. Это невозможно самого себе возникнуть. У нас этого нет. Само по себе. Нужно принять от святости этот вкус. Понимаете? Итак, первое, что нужно сделать, поставить замок на телевизор. К чему человек привязан, оттуда он и живет. И подальше от бутылки. Подальше от бутылки. Освещение пищи. Послушайте меня внимательно. Это очень-очень важная тема. Вот смотрите, я как уже говорил, вкус – это корень жизни. Понимаете? Энергия любви, она имеет вкус. Вот каждая женщина, она источает из себя энергию любви. И все мужчины знают, что каждая женщина имеет вкус. Понимаете? Вкус не означает, что ее можно съесть. А это другое что-то. Понимаете, о чем я говорю, да? Это вкус. Вот, допустим, заходишь в семью какую-то, там есть вкус. Этот вкус энергии женщины, которая в этой семье живет. Потому что она является источником этого вкуса. Ну как источником? Бог ее наделил этой силой. Вот теперь смотрите, есть вкусы более высокие. Это вкусы, которые идут от святых людей. Когда человек хоть раз в жизни такой вкус испытал, отношение со святым человеком, это никогда не может позабыться. Потому что этот вкус является спасением. Он очищает все отношения. Он дает человеку глоток жизни и глоток возможности этим дышать. Мне как-то один мой знакомый, я когда останавливался в Ижевске, читать лекции, он православный, я у него гостил. И он мне рассказал, что когда он на Валааме был, то он там проездил, много ездил, смотрел, все классно, ему все нравилось. А потом он остановился вечером там в гостинице, и один священник православный ему принес свой хлеб, который сам испек, и он осветил его. И он принес ему молока от той коровы, которая при монастыре живет. Он когда начал есть этот хлеб, этот человек, он рассказывает свои впечатления. У меня слезы полились с глаз, я молоком когда запивал, ничего в моей жизни лучше не было. Понимаете? То есть смотрите, он испытал вкус освященной пищи. Понимаете? Храм не все могут на зуб попробовать. Почему? Потому что вот этот вкус святости, он должен в сердце сначала войти, а потом ты уже его в храме увидишь. А вот когда ты берешь освященную пищу, так как вкус, эта энергия ближе всего к сердцу, потому что ближе всего к любви. Когда человек освященную пищу ест, тогда он испытает этот вкус, божественный вкус, высший вкус, который дает возможность ему потом этим жить, этими отношениями с Богом. Поэтому человек должен стремиться к освященной пище. Надо стремиться своим сердцем к освященной пище, чтобы почувствовать тот вкус, который поведет тебя потом за собой. Потому что именно этот вкус должен быть главным в жизни. Все остальные вкусы потом они всегда будут на своих местах. Если у человека Бог на первом месте, жена обязательно будет на втором. Обязательно. А если жена на первом месте, его жизнь обязательно будет разбита. Разбита в требезги. Потому что жена не может дать того, что даст Бог. Вот смотрите, что такое разбитая любовь. Как вы думаете? Вот как вы думаете, если я беззаветно люблю свою жену? Спасибо. Если я беззаветно люблю свою жену, что произойдет? Произойдет обязательно разлука. Знаете почему? Потому что, когда ты веришь в жену, она не может тебе отдать это назад. У нее есть только два варианта. Первый вариант – эксплуатировать твою любовь и обнаглеть. Второй вариант – бросить тебя просто. Потому что, смотрите, допустим, я верю, допустим, в женщину, да? Вера означает большая претензия. То есть сильная любовь означает большая претензия. Это значит, что тебе уже ни на кого смотреть нельзя. Потому что я тебя люблю, понимаешь? Никакого смотреть нельзя. Пожалуйста, делай то, что я хочу, потому что я тебя люблю. И тогда человек становится рабом любви. Он не может так жить. И поэтому он бросает. И наступает… Кто это испытал? Поднимите руку. Ну, кто-то испытал. Это страшное чувство совершенно. Ты ничего не можешь сделать. Тебе приходится бросать человека, потому что он как слепой, слепец такой, как бы он тебя любит. И ждет от тебя того, чего ты ему дать по факту не можешь. Вот это вот и результат. Это любовь, направленная не на тот объект. Это та же самая любовь, понимаете? Та же самая божественная любовь, которой мы обладаем. Объект правильно выбери. Вот когда человек выбирает настоящий объект, он начинает любить святого человека той же силой. И для него, я для него хочу жить, я хочу его законы, заповеди выполнять. Я не могу, но я хочу. И он постоянно вот это, об этом думает, 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 думает. Наступает такой момент, что в сердце его наступает радость, появляется радость. И эта радость начинает распространяться на жену. То есть какая любовь к жене? Любовь дарящая, дарящая. Не любовь просящая, которой мы живем сейчас. Любовь просящая означает скандал. Потому что по факту никто нам ничего дать не может. Потому что мы все просим. Вот два нищих подошли друг к другу и просят друг от друга. Какой результат? Скандал. У нас любовь просящая. Но когда человек на правильный объект направляет свои силы все внутренние и стремится к нему, то у него этот объект вызывает, вот это вот сердце, оно раскрывается и дальше поворачивается наоборот. Вот эта кривая. Проходит вот этот этап, что точка вот эта вот, где точно жена никогда мне счастье не подарит. Это значит, это значит, или я остаюсь и ей счастье дарю, или я ухожу. 80% по статистике людей в нашей стране уходят. Почему? Потому что они не знают, что такое настоящая жизнь. И поэтому они потом мотаются, бродяжки, от одного к другой, потому что ничего не изменится, все то же самое. Одна и та же тема, одна и та же песня. Сначала очень сладко, потом хуже, потом совсем фигово, потом и что дальше, то же самое все опять. Выход другой, тот, о котором мы сейчас говорим с вами. Итак, освящение пищи. Попытайтесь это понять. Знание приходит при соприкосновении. Не мелочитесь. Ищите тот храм, где настоящая есть любовь. Не во всяком храме, не во всяком монастыре есть настоящая любовь. Ищите. Ищите там, где есть чистота, где есть чистота отношений с Богом. Ищите. Найдете такое место, попробуйте освященную пищу. Войдет в сердце то, что должно туда войти. И тогда все в жизни станет уже правильно и хорошо. Потому что, когда веды объясняют, все священные писания объясняют, когда человек корень дерева поливает, корень сердца, смотрите, с деревом сравнивают. Смотрите, надо листики поливать, чтобы дерево росло. Надо что поливать? Корень. Корень полил, все листики растут. Листики – это наши отношения. Понимаете, у нас есть отношение к работе, у нас есть отношение к родственникам, они очень глубокие. У нас есть отношение к детям. Корень дерева полил, все растет, не надо париться, чем занимаются дети дома. Не надо париться об этом, они будут заниматься, чем надо, если ты сейчас полил корень дерева. Вы сейчас корень дерева поливаете? Поливаете? О детях думаете? Сейчас. Нет, значит, поливаете. Знаете, почему вы о них не думаете? Потому что у них уже все хорошо. Когда вы от детей отвлеклись, отвлеклись от своих детей, почему? Потому что вы перестали себя считать объектом, дающим счастье. А решили, кто настоящий объект, дающий счастье? Это Бог. Понимаете, вы начали о божественном думать. Детям стало хорошо, потому что вы стали проводником счастья, а не источником. Понимаете, вы заняли свое изначальное положение. Наше изначальное положение — это быть слугой, а не лампочкой. Вернее, лампочкой, а не солнцем. Мы лампочки, мы светимся, но не своим светом, а светом служения тому, кто является источником. Понимаете? Сразу все наполняются силой, и не надо беспокоиться ни о чем. Почему человек становится спокойным? Потому что не о чем беспокоиться. Все идет в правильном ключе. Вот поднимите руку, у кого сейчас просто от этой лекции все в сердце пошло в правильном ключе. Есть такие люди? Видите, значит, все нормально. Мы движемся в правильном направлении. Так? Следующая тема. Совместная молитва. Это то же самое, что здесь сейчас происходит. Огромной ценностью обладает это событие. У меня в коллективе, вот где я работаю, под Краснодаром, все люди, которые у меня там трудятся, они все занимаются духовной практикой. Все до одного. И мы собираемся все вместе и совершаем совместную молитву как минимум раз в неделю. Собираемся и очень интенсивно молимся. Мы ставим каждый, у кого что святость. И каждый молимся, как можем. Причем иногда приходят даже других традиций люди. То есть, и тоже с нами это делают. У нас нет такого, что там моя вера лучше, твоя вера хуже. У нас такого нет. Просто как бы вера главная. Главное это святость, вера в Бога. Кто лучше, Серафим Саровский или Мать Тереза? Видите, вопрос глупый. Потому что и Мать Тереза светится, и Серафим Саровский светится. Поэтому что выбирать? Все это хорошо. Когда человек о Боге думает, это хорошо. В какой вере? У каждого своя. Можно на алтаре разный, я считаю. Но вы лучше спросите у своего наставника. Это я вам сейчас наговорю. Не слушайте эти все вещи. Надо выполнять то, что вам ваша вера говорит. У вас есть каноны, исследуйте им. Это хорошо, это правильно. Этот человек одержит в каких-то рамках, пока он не может дальше смотреть. Понимаете? Нужны рамки для того, чтобы крыша не съехала. Молиться можно однозначно. Но опять же, это вы там спросите у своего наставника. Как можно? У нас... Как найти своего наставника? Сейчас объясню, как найти своего наставника. Вот смотрите. Каждый день нас наставляет близкий человек. В отчаянии он орет. Скотина такая! Ты никогда меня на самом деле не любила! Не любила! И это правда. Но мы не слушаем. Почему? Потому что Бог нам кричит через родственников, орет на нас, кричит, кто мы. Мы не слышим. О каком наставнике речи? Мы не хотим слышать. Ведь Бог нас наставляет через все, что в нашей жизни происходит. Через наших родственников, которые кричат. Через события, которые нас бьют по башке. А мы считаем, что они все виноваты, а не я. Понимаете? Это бунт. Бунт постоянно идет. Хорошо. Чуть-чуть человек стал смиренным. Он начал просто наставление хоть от кого-то принимать. Вот тебе и наставник, пожалуйста. Вот смотрите. Человек стал смиренным. Он от дерева научится терпению. Вот кто больше терпением обладает, чем дерево. Оно стоит, что хочешь с ним делать, он будет стоять дальше. Очень терпеливая. Собака самая смиренная на свете. Вернее, самая верная. Смотрите. У кого собака есть, он знает. Все, самая верная. Кошка самая расслабленная. Смотрите. Бог наделил разные существа разными достоинствами. Если ты действительно смирен, перенимай. Научись у собаки верности. Научись у дерева терпению. И тогда Бог тебе даст более разумного наставника. Не элементы природы, а человека. Кто? А? Браво! Спасибо. Спасибо вам большое. Дай Бог, чтобы у меня тоже было так же, как вы хотите. Субтитры сделал DimaTorzok